Мечта становится реальностью лишь тогда, когда прикладываешь к этому силы, отдаешь энергию и тратишь время. Под этими словами могут подписаться все, кто участвовал в благоустройстве сфера любви и добра. Его торжественное открытие состоялось в Басарабяске в последние дни лета. Раиса Сергеевна, Вы пять лет шли к этому дню, к этому событию. Какие у Вас сегодня чувства, ощущения, эмоции? Радость, потому что видишь, как радуются дети, что их много, что им мало места на детской площадке. И ради этого стоило писать пять проектов, или семь, или восемь, и один только из них получает финансирование, что-то делаешь. Идея благоустроить заросший сорняками клочок земли возникла у членов женской инициативной группы еще пять лет назад. Позже она воплотилась в проект, написанный и реализованный женским клубом «Голубка». Часть средств, необходимых для начала работ, была собрана у горожан в ходе ряда благотворительных мероприятий. Часть была выделена из госбюджета, стараниями тех же женщин-энтузиастов своего дела. Но денег все-таки оказалось недостаточно. Работы приостановились до тех пор, пока один из многочисленных проектов, написанных Раисой Воронек, не получил одобрения. Фонд «Восточная Европа» выделил женскому клубу «Голубка» грант в размере 13 тысяч долларов на благоустройство и озеленение территории. Начиная с ранней весны, здесь вновь закипела жизнь. Завозили и раскидывали чернозем, прокладывали водосточную систему, высаживали розы и декоративный кустарник, расписывали скамейки, устанавливали детскую площадку. Все это делалось руками рабочей группы проекта и волонтеров. В число самых активных из них входит Людмила Кичук. Буквально за день до церемонии открытия сквера она вместе со своей семьей оборудовала здесь Альпийскую горку. Вы знаете, мне очень приятно. Во-первых, мы были у основания, у истоков создания этого парка. Было очень много скептиков, которые сомневались в том, что это все состоится. Но оно состоялось, и мы сегодня очень… Я очень рада. В знак признательности за помощь в благоустройстве сквера все, кто был к этому причастен, получили из рук координатора проекта памятные дипломы. Они вручались и целым коллективам, и семьям, и отдельным волонтерам. Наград были удостоены не только взрослые, но и юные помощники Голубок. Скажи, пожалуйста, за что тебе вручили диплом сегодня? Работала, помогала убирать. Как ты думаешь, для кого это больше всего важно, вот то, что появился такой сквер у нас в городе? Для детей, для пар влюбленных, ну и для нас. Ну, конечно, больше всего радовались появлению нового места отдыха – малыши. Они с восторгом осваивали детскую площадку. Расскажи, что тебе здесь больше всего нравится? Мне тут нравится все. А больше, больше всего? Хорошей. Горки, качели, рисунки на скамейках. Мне нравится горки, качели, горки еще. Каусеры, горка и качели. Ты уже попробовал, покатался? Да. Как, не страшно? Нет. Ты не боишься кататься так сильно? Нет. Родители едва поспевали за своими непоседами, но все же искренне благодарили всех, кто оборудовал этот уголок развлечений для самых маленьких горожан. Мы очень довольны, что у наших детей появилось место, где они могут весело провести свободное время, поиграть, пообщаться со своими друзьями. Нам, родителям, это приятно. Мы благодарны всем, кто участвовал в работах по благоустройству этого сквера, кто здесь трудился. И желаем им не останавливаться на достигнутом и сделать еще что-то полезное для нашего города. Ну, люди будут ходить, детки будут играться, радоваться. Спасибо, что сделали. И пенсионеры посидят, и бабушки старенькие, которые уже не могут выйдут, посидят. Будут очень рады, что сделали такую площадку. И желательно, чтобы ее детки не сломали. Хотя официальное открытие сквера уже состоялось, это еще не завершение проекта. Часть работы предстоит доделать осенью. Мы еще не пришли к финалу в рамках этого проекта. Мы еще в октябре, когда похолодается всем, посадим хвойные деревья, кустарники. И работаем над следующим проектом, чтобы как-то реализовать верхнюю часть этой территории, тоже благоустроить. Думаем, как это сделать. В дальнейших планах Раисы Воронюк – строительство на верхней площадке скейт-дрома. Но это, как говорится, уже другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова